Спорт вообще вот сейчас в России это модная тенденция, это энергия, это драйв. А для меня лично это выражение моей индивидуальности, творческое какое-то самовыражение, это жизнь моя. Моя трудовая деятельность началась с 2009 года в Увате, в Уватском сельском поселении. Мне очень нравится работать с людьми, они довольно отзывчивые, всегда готовы к новым каким-то формам нетрадиционной физической культуры. Работаем по нескольким направлениям. Моя работа заключается в том, чтобы организовать спортивно-массовое мероприятие. 8 марта, 23 февраля, Масленица, День защиты детей. Мы проводим веселые старты, какие-то соревнования по этим направлениям. Также у нас организация мероприятий и районного уровня, это летние спортивные игры, сельские, зимние спортивные игры. Также мы судим бетлон. Летнее время мы организовываем дворовые площадки, которые у нас проходят вечером. Работаем также со всеми возрастами. К нам могут обратиться дети, и мы им выдаем инвентарь, также играем, преподносим разные формы физкультурно-оздоровительной работы. Важную часть моей работы занимает работа с трудовыми коллективами. У нас очень активные трудовые коллективы. Есть, конечно, костяк, который обязательно и каждый год участвует в «Спартаке» среди трудовых коллективов. И есть такие коллективы, которые участвуют в одном-двух мероприятиях, соревнованиях. Но мы их всегда ждем, всегда подключаем и стараемся обхватить все больше и больше людей, работающих, потому что им это очень интересно. Им некуда выплеснуть энергию, они работают, им иногда надо переключаться на что-то другое. У нас идет «Спартаке» среди трудовых коллективов. Также мы предоставляем дни здоровья, которые у нас проходят и зимой, и весной. Даем возможность реализовать себя в сфере физической культуры. Мы контактируем практически со всеми сферами нашего Уладского района, как с здравоохранением, как с культурой, так же с центральной библиотекой. Мы созваниваемся, обязательно узнаем, что бы им хотелось непосредственно перед днем здоровья, какие мероприятия с ними лучше провести. Даже есть турнирная таблица, они во всех видах участвуют, и мы ведем, кто занимает первое, второе, третье место. В конце года мы их награждаем, и они за это борются. У нас есть и спорные моменты, мы их решаем, вместе решаем, либо судейская коллегия решает. Мы работаем с ними, и им очень нравятся, они каждый год все больше и больше к нам тянутся. Виды спорта, очень любимые нашими трудовыми коллективами, это волейбол, футбол, пулевая стрельба, дартс, бильярд, боулинг. У нас очень много направлений, поэтому практически все виды спорта у нас охвачены, даже городки и стритбол. Традиционно в Спартакеаде. Я также принимал участие неоднократно в разных видах спорта. Анна Алексеевна обычно выступает или судьей, или главным судьей, то есть является одним из организаторов этого мероприятия. В общем-то, проводится все на достаточно высоком уровне, все по расписанию, согласовано. Значимая часть деятельности своей Анна Алексеевна уделяет людям с ограниченными возможностями. В нашем обществе очень много проходит спортивных мероприятий, в том числе, где активно части принимает сама Анна. Под ее руководством проводятся паралимпийские игры районные. Также мы тренируемся, ездим на область. Робинзонада проходит на структический слет, где, естественно, подходит подготовка, проходит в вертыши. И благодаря Анне мы более и более совершенствуем себя каждый раз. Анна очень теплый человек, очень отзывчивый, и людям нравится с ней общаться, несмотря на то, что плотный график работы, она уделяет время, и людям помогает с тренировками индивидуальными. Потому что каждый человек с ограниченными возможностями, и человек все равно. Надо иметь ему индивидуальный подход найти, надо нужные слова сказать. Именно Анна такой человечек добрый, отзывчивый, и всегда приходит на выручку, поможет. Основной формой работы Анны является прямое сопровождение закрепленного за ней несовершеннолетнего, состоящего на учете в банке данных группы особого внимания. Анна вовлекает подростков в спортивную жизнь, при необходимости осуществляет патронаж на дому, проводит с ним занятия, личные встречи, мотивирует несовершеннолетних на необходимость продолжения обучения, на несовершение повторных правонарушений и преступлений. Подростки и родители уважают Анну, прислушиваются к ее мнению, идут к ней за советом. Она не только наставник, она друг, к которому можно обратиться в любое время и по любому поводу. Ведется спортивная и здоровительная группа по фигурному катанию. Набирают деток с 5 лет, ну и по желанию, так мы работаем и летом, и зимой. На хоккейном порте катаемся на льду, а в весеннее, осеннее, летнее время мы занимаемся общей физической подготовкой. Мне нравятся какие-то новые формы выискивать в интернете. Я применяю, мы общаемся с ними, соревнования устраиваем, мероприятия необычные, на льду, на снегу, на стадионе, везде, где только можно. Веселый старт и зимой, и летом. И на 8 марта мы приготовили эстафету на коньках. Детям очень понравилось, было весело. Она нам помогает в плане, как методист. Она проводит у нас разные спортивные соревнования. Во время летней кампании очень нам помогает. Во время учебного года проводит внеурочные разные праздники, спортивные, веселые старты. Вывозит нас на биатлонный центр. Ну, вообще, как организатор, она очень большую помощь оказывает в этом плане. В этом году у нас появилось новое направление, что мне очень нравится, потому что этим направлением может заниматься как маленький ребенок, так и пожилой человек. Это скандинавская ходьба. У Вати это направление дало очень хороший старт. Появилась группа пожилых людей, которые занимаются каждый день практически. И вот у нас в этом году регулярно по 20 человек выходят на стадион. Им это очень нравится. Они собираются не только провести свое время, но и пообщаться. Команду было собрать легко, потому что мы сотрудничаем с Советом ветеранов. Мы им дали направление, а они сразу же откликнулись, назначили время, когда им удобно. И просто пришли. Мы им показали, как необходимо правильно ходить, как пользоваться скандинавскими палками. И все. Народ захотел. Они решили, что им это очень надо. И вот до сих пор уже два месяца, как мы с ними работаем регулярно. Сначала у нас было немножко. Три-четыре, потом пяток. Всю зиму ходили где-то пять-шесть человек. И людей у нас прибывают. Добрый вечер, уважаемые спортсмены. Не побоюсь такого слова. Вы уже у нас прям профессионалы нашего дела. Сегодня у нас пройдет занятие в таком режиме. Мы с вами проведем разминку. Повторим правильность скандинавской ходьбы. Как необходимо правильно ходить. Повторим, как необходимо дышать при этом. И возьмем свою высоту. Сколько кто сможет, тот пройдет. Сейчас я вас попрошу пройти на поле. Положить скандинавские палки. Проведем разминочку. Вращение головой влево. Начинай подсчет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тихонечко прямую ручку. Тянем, 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 тянем. Хорошо. Опустили, встряхнули. Теперь левую ручку тянем к себе. Тянем, тянем, тянем. Ручки в замочек. Покрутили вперед. Повертили. Назад. Хорошо. Теперь ладошки показали. Вывернули. Пальчики. Снова ладошки. Пальчики. Ладошки. Пальчики. Ноги поставили ближе. И сжагаем на месте. Носочка на пятку. Куда? Вот. Так делаем 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь на носочек поставили и покрутили ее потихонечку. В левую сторону, в правую сторону. Зарядились энергией солнца. Теперь надо взять скандинавские палки. И повторить правильность походки. Опираемся на палочки. Помогаем при ходьбе. Когда ставим ногу, ставим с пятки на носок. Перекатываемся и ставим противоположную палочку с рукой. Сюда. Снова с пятки на носок. И противоположную палочку опираемся. Так мы потихоньку идем. Стараемся не сгибать коленочку. Двигаемся в своем темпе. Кому побыстрее, тот идет впереди. Кому помедленнее, тот идет в конце колонны. Ну и, естественно, хорошее настроение. Вперед! В дальнейшей перспективе мне бы хотелось в Увадском районе развить такие виды спорта, которые бы могли захватить ту аудиторию, которая сейчас не интересна, те виды спорта, которые на данный момент есть. Такие виды спорта, как роллер-спорт, скейт-спорт, боулинг, дворовые игры, лапта, стритбол. Вот такие виды спорта, я считаю, что необходимы в нашем Увадском районе. Это подключит молодежь, которая привыкла сидеть за новыми гаджетами и просто-напросто проводить время, для меня, считаю, впустую. Планы у нас большие, грандиозные, цели поставлены, и мы их обязательно достигнем. Огромным желанием, своими возможностями мы дойдем до этих целей и реализуем. Тем более потенциал у нас огромный. Продолжение следует...